Тенденции по снижению попыта на працанную силу на Гомышне вызнажилися на праканце минулого года. Как следство, селита, колькость людей, які звернулися за заденечением у службы занятоси, повеличилась одразу на 10%. Рост колькости зарегистрованного беспросовья специалисты помажут некакими причинами. По-перше, после подписания декрета, попереджения социального утроманства, почалась массовая легализация працездольных грамадян, які ранее официально не працывали. По-друге, колькость заявленных найманниками свободных вакансий скоротилась до 3,5 тысячи, што-маль удвоя, менше колькости беспросовных, більше уваги на працанцах почали надавать и кадровые диагностицы, разлику необхідных працанців на перспективу. То есть, должны анализировать ситуацию на предприятии, количество тех должностей, мест рабочих, которые, возможно, и не нужны, от которых надо уходить с той целью, чтобы сегодня увеличивать производительность труда, для того, чтобы увеличивать выработку продукции на одного человека. Областная и районная программа занятостей, документы комплексные, тут и профессийная ориентация, починающаяся со школ, и содействие у организации самозанятостей, и непосредственно працоводкование. Правда, в тем же Рельском районе, маль у 30% выпадков, зарплата по пропонуемых вакансиях не превышает 3 миллионов рублей, а ще у 40% выгодится у межих от 3 до 4 миллионов. Быда один из самых проблемных артыковов программы занятостей – переселение у сельско-местовоць беспроцовных с наступным предоставлением работы. По-перше, и сами горожане не ведьми мкнутся увезку, а по-другому и увезках часто таких беспроцовных не ведьми чекают. Як лечить у сельгазпредприемствах, коли человек не знайшов заняток у городе, то и увез, и он не будет мкнутся прикладать намаганием. Для того ж, по широку причин, неполная занятость у агропромысловом комплексе все это у особной перееды досягала 13% от огольной колькости працующих. Правда, у широку господарок гэтую проблему вырошили самостойно, открываючи новое в творчестве ті створаючи специализованные працовные бригады. Мы понимаем, людей выбросить нельзя. Поэтому мы создали свою строительную бригаду, и вот эти люди, которые не очень квалифицированы, привлекаем в строительство. Вот даже в этом году мы построили два животноводческие помещения, и эти помещения нам обходятся достаточно дешево. Сарай на 100 голов порядка 650 миллионов. Это для колхоза очень экономически выгодно. Алексей Нечеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Реческий район.